Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Прежде всего, я хотел бы сказать огромное спасибо за блестящую презентацию. В принципе, мы, онкологи, привыкли к тому, что вроде бы мы лечим самую страшную болезнь, но, с другой стороны, на первом месте по смертности стоят все-таки кардиологические причины. И более того, я вот на своем личном опыте, я помню, что наиболее тягостное и неизгладимое впечатление за время обучения в институте на меня произвел как раз не онкологический пациент, а пациент с терминальной стадией сердечной недостаточности застойной. Это действительно страшная картина. Я думал, что я никогда больше не увижу этих больных, но, как ни печально, оказывается, они периодически появляются у нас, и часто это молодые женщины, получившие лечение по поводу ранних стадий рака молочной железы. Несколько раз я, честно говоря, встретился, и это ужасно. То есть человек излечен от той болезни, от которой ты его лечил, но при этом ты понимаешь, что невольно стал причиной появления у этого пациента другой смертельной болезни, которая, к сожалению, не имеет лечения. Часто не имеет лечения. И здесь хотелось бы заострить внимание на то, что все-таки в наших руках есть инструменты для того, чтобы предотвратить развитие подобных осложнений. Это и то, о чем говорилось, то есть это мониторинг, это вовремя остановиться, но, с другой стороны, антрациклины являются одним из базовых компонентов протиопухолевой терапии при многих заболеваниях, в том числе, конечно, и при раке молочной железы. И это, наверное, единственный препарат, когда мы вынуждены иногда останавливаться, не выбрав всю дозу, то есть опасаясь развития побочных эффектов. И здесь вопрос о использовании липосомального доксорубицина мне представляется весьма и весьма интересным. К сожалению, я могу сказать, что липосомальный доксорубицин, он пал, наверное, жертвой третьей медицинской специальности, это доказательные медицины. Если посмотреть, я уже говорил просто об этом на предыдущей сессии, если посмотреть инструкцию к доксорубицину, к обычному, мы увидим, даже американскую инструкцию, мы увидим там, что препарат прекрасно помогает при многих заболеваниях, в том числе, и это в том числе, по-моему, 17 нозологий перечислено, а в конце сказано, что он еще очень здорово в комбинациях работает, еще и при других болезнях. Если мы посмотрим инструкцию к липосомальному доксорубицину, к сожалению, доказательная медицина здесь повернулась к нам спиной, мы ведь понимаем, что, скорее всего, спектр по эффективности должен быть сопоставим у этих двух препаратов, но при этом мы видим очень ограниченный список нозологий, более того, даже отдельных состояний, при которых может быть назначен этот препарат. И я думаю, что, честно говоря, конечно, и составляя дальнейшие рекомендации какие-то по лечению, все-таки нужно продумывать о том, что для отдельных категорий больных, судя по всему, необходимо расширение показаний к использованию липосомальных форм, для того, чтобы не сталкиваться с теми ситуациями, о которых я говорил выше. Ну и, пользуясь случаем, я прошу прощения, я, наверное, не выбрал свои еще пока 10 минут, пользуясь случаем наличия эксперта, кардиолога в смежной специальности, мне бы хотелось все-таки попросить, если это возможно, более четко обозначить возможность профилактики кардиологических осложнений медикаментузную. То есть, кто, с вашей точки зрения, например, абсолютный кандидат для использования липосомальных форм? Какие методы лекарственной терапии можно использовать? Потому что ведь сейчас появлялись исследования о том, что бета-блокаторы могут быть использованы в качестве профилактических ингибиторы ангиотензин, превращающих ферментов. Спасибо большое за возможность еще тут побольше пораспространяться на мою любимую тему. Вы знаете, я думаю, что основная необходимость в идентификации факторов риска, если у вас есть, например, пациент с корональным заболеванием сердца, мы не можем как бы ревоскалилизировать пациента, нам не нужны пациенты с ишемическим заболеванием, мы не хотим проводить пациента с ишемическим заболеванием через химиотерапию. Повышенное давление. Что мы можем сделать? Мы можем только понизить кровяное давление. По меньшей мере, систолическое давление ниже 140, и теастолическое ниже 90. По меньшей мере так. Вы упомянули айсингибиторы, да? Блокаторы. Все это опции, но есть два клинических исследования, результаты которых не были столь убедительными. Одно из них, правда, которое было опубликовано в кардиологическом издании, и исследование Маникор, это канадское исследование, ну и результаты обоих, в общем, не были достаточно убедительными в том, что ингибиторы эйсингибиторы достаточно хороши. Поэтому я не могу рекомендовать, знаете, посадить всех пациентов, которые вызывают опасения на эйсингибиторы. Ну, в общем, бета-блокаторы, это еще хуже, было пара исследований, в которых Маникор, в их числе, они вообще не очень-то показали эффект бета-блокаторов. Поэтому на настоящий момент я рекомендую вам, делайте все возможное, чтобы вывести сердце из состояния стресса, стресса, ревоскулилизация, понижение артериального давления. Сокращайте объем лекарств, антрациклинов. Ну, слушайте, если уж это необходимо, то тут уж ничего не попишешь. Я всегда за лечение раковых заболеваний. Ведь если вы не вылечите рак, он все равно умрет, да? То есть я все равно, поймите, я на вашей стороне, я пытаюсь вас поддержать. Если у вас есть пациенты, да, о которых я говорил, с сердечной дисфункцией, вот на них я бы использовал эсингибитор или ЭРБИ, что-то для поддержки сердечной функции, но только до тех пор, пока никаких симптомов выраженных не появляется. Другие вопросы, там, антиоксиданты, Q10, например. Я не уверен в том, что это хороший вариант. Ну, еще раз, определите факторы риска, работайте с этими факторами риска, ну, и затем продолжайте лечение онкологического заболевания, если пациент в порядке, ну, и не забывайте общаться с кардиологами, ну, или с кем там вы общаетесь для того, чтобы как-то избегать дальнейших опасностей. Продолжение следует...